Уважаемые зрители! Эксперта в эфиры, ну, через неделю минимум. Однако же Елена Васильева сегодня побывала на эфире канала Эспрессо. Выступила там как эксперт. В конце данного эфира журналист сказал ей спасибо. По всей видимости, журналистам, ну и вообще гражданам Украины нравится вот это. Я думаю, что десятку однозначно не готовы там платить каждый, потому что, я говорю, даже больше. Спасибо ей за вот это. Мне вот эта Украина на самом деле нахуй была не нужна, понимаешь? И вот это вот. Да я тебе, что тогда денег-то, ты чё? Ну я тебе ещё раз говорю, что да, это вообще как бы просто личная премия, которую в карман надо ложить. И за вот это вот большое спасибо. Там постоянно шансы у нас. Да, куда хошь, в Луганск, в этот самый, на все эти блокпосты, там, на всякую эту... Да, тут только вопрос, думайте, кого куда послать. А вот за это просто супер мощное спасибо Елена Васильева. Чё бы мы с тобой эти 10 тысяч баков не разделили. Как к моим публикациям отнеслись СМИ? И пропагандистские, зомбирующие российские СМИ, которым было невыгодно публиковать данный материал, после того, как стало понятно, что Елена Васильева работает против Украины, и по заказу, в общем-то, российской стороны, они этот материал публиковали. Они посвящали этому целые передачи. Что происходило в украинских СМИ? Одно, два издания. Всё. И, конечно же, это они, зомбаки. Это у них нет свободы слова. А у нас всё с этим. Суперски. Спасибо каналу Эспрессо за то, что он позволил мне закончить вот эту вот мою серию публикаций досрочно. Потому что это не нужно было мне, это не нужно было моему сайту, моему каналу. Я искренне полагал, что это нужно Украине. Однако же мне ясно дали понять, Украине это и нафиг не надо. А если это не надо Украине, ну, тогда и ладно. В принципе, я уверен, что если бы вот эта вот дама была чуть поумнее, она вполне могла бы стать советником президента, а потом, в общем-то, и стать и президентом страны. Почему нет? Я абсолютно уверен в том, что моя страна целенаправленно уничтожается. Она целенаправленно разрывается на куски, уничтожается, стирается. Но уничтожают её и превращают население в стадо. Превращают или уже превратили не люди из-за бугра, а люди, которые находятся внутри страны. Я буду заниматься тем, чем я и занимался, потому что работаю я не для тупых, а для тех, у кого варит голова, и для тех, кто хочет думать самостоятельно. В общем-то, последняя часть, она без перевода, потому что это касается нас, славян, а конкретно украинцев и россиян. Смотрите, наслаждайтесь, проект закончен. Я не скажу, что моя вера в то, что моя страна вырулит из вот этих вот сложных времён и ситуаций, укрепилась, не скажу. Но я продолжаю верить. Пока. А что там, там, там сейчас в Углегорске город попал, этот посёлок пополам, половина ДНРовцев, половина этих укров и... И одни родители всех видов. Они мне звонят каждый день, они меня уже задолбали так, что... Я пока не вижу как, но можно его использовать. Как ни странно, было бы интересно поиспользовать Бориславу Березу. К Яруше у меня пока никаких подходов нет, которые я как бы, я же должна позиционировать дальше, защищать Украину. Да. А, ладно, хорошо. Хорошо. Хорошо, договорились. Я, ну, с утречка с вами поговорю. Угу. Да, давайте, всё хорошо. Это родственники звонят. Это Ременюк, это другой. Да. Да, у меня их вон, ну, я тебе даже пока... Да не в этом дело. Вот, я просто тебе, вот, даже как бы у меня с буквы по, сейчас, просто вот, слышишь, я приехала, у меня было там, а, ну, ты не видишь, наверное, да? Вот. Это вот там где по. А, ну, понятно. Ну, короче, вот у меня там где по, вот у меня там идёт, я не знаю, там 250 штук и одни родители всех видов. Они мне звонят каждый день, они меня уже задолбали так, что... Ну, я просто уже сил никаких. по-моему, у меня вышли все родители. А? Понимаешь, ты смотри, смотри, давай, Ген, давай мы с тобой по-другому немножко. Я привыкла работать так, чтобы тихонечко ударить в какое-то место, чтобы пошло очень много искр. Собственно, и так всегда и делаю. Вот, я не светилась до этого, вот, до груза 200, ну, так, раз там, 10 лет. Вот, поэтому смотри, если мы говорим по Курску, можно, конечно, там сейчас сделать там открытые двери, куда угодно, какие угодно. Но, если мы сейчас из Курска вынимаем раненых, вот, особенно обездвиженных, у которых с позвоночником что-то, в этом случае об этом трубить будет все, кому не лень. Вот. Поэтому не надо растекаться блином по асфальту, а надо сделать один шаг хороший, красивый, показатель. Поэтому, да, не надо, не надо. Вот. Если мы говорим, там, предположим, о каких-то там еще людях и фамилиях, вот, то в этом случае, значит, мы можем провести, там, я не знаю, какие-то показательные переговоры, вот, по скайпу я там приглашу, там, не знаю, там, пару-тройку журналистов, там, с камерами местных, да, и какого-нибудь Васю Пупкина вы мне тут передаете, с которым я веду переговоры о возврате, да, предположим, там, шести-семи человек, и мы четко оговариваем, когда, в каком месте, куда мы подъезжаем, где их передают. То есть это будет какой-то эксклюзив, там, я не знаю, для Гордона, для, там, пятого Порошенковского канала, предположим, да. Вот. Для кого там еще, сейчас подумаю, кого там, я не знаю, первонационального. Вот. И, ну, то есть первонациональное, это понятно. И мы показательно едем и проводим вот это вот все, то есть, а с российской стороны, с российской стороны, как бы, участвуют в этом, ну, я не знаю, там, один-два российских адвоката, которых я знаю, которые реально в протесте у нас, и там один-два, может быть, вот, ребята из моего экспертного, нашего экспертного совета оппозиции, то есть, чтобы показать взаимодействие с российской оппозицией, что мы вот такое-то сделали, да. Вот. То есть в этом случае у нас получается показательная красивая картинка того, как российский протест все-таки имеет голос и имеет возможность помогать народу. Ну, сам понимаешь, тут уже пиар меня идет. Вот. И, а перед этим у нас второй вариант, это вот этот вот, ну, вернее, первый вариант, это особо тяжело какие-то раненые, да, которые там, которым в России там оказали помощь и в конечном итоге решили там на добровольных началах их вернуть, да, ну, там и красиво можно обставить. Вот. Это то, о чем я, кстати, в своей статье писала, блядь, еще месяц назад, подсказывала. Ну, я тебе говорю, что, понимаешь, вот я подсказываю, как действовать, блядь, этим нашим. Они нихуя не понимая, что я там им открыто опишу, как красиво выходить из этих ситуаций. Да что, и уже все, да, ну это... Я просто тебе еще раз говорю, я тебе вот сейчас, мы когда закончим разговаривать, я тебе пришлю ссылку на ту статью, где я, блядь, тупо, в открытую подсказываю, как... Но деньги мне нужны вчера. И тебе они тоже нужны. Кстати, у тебя они будут или нет? Или тебе надо что-нибудь откинуть? А? 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 Да я тебя скину тогда денег-то, ты че? А че здесь, знаешь, у меня... Знаешь, почему у меня всегда команда сильная? Я ж не одна работаю все равно, у меня команда сильная именно потому, что всегда команда, потому что никогда никого не сбежала. Горелова в команде, Горелова ввела администратора, девочка одна, уже через месяц спустя, после того, как у нас работала группа. Вот, она начала вроде как подкидывать там имена, я тогда сразу сказала, говорю, что не бывает такого стройного подкидывания. Вот, и сразу же сомнилась в ней. Но мне сказали, нет, нет, я говорю, да хер с ним, пусть работают, мне плевать, пусть смотрят, пусть слушают, пусть там это... Потому что я это делала не для кого-то, а для России. Я уже никуда не пропаду, я тебе говорю. Вот смотри, вот видишь, у меня теперь вот есть это вот квартира, в которой у меня там куча комнат, там всякого... Вот хорошая кухня тут, понимаешь? Я наконец-то хорошо устроилась, и я устроилась не благодаря вот этим мальчикам на три буквы, которые там пытались меня пасти и делать всё-всё такое вот. А я устроилась благодаря вот этим нашим, как бы, простым нормальным людям, которые тоже, которые надоели все эти козлы. Так что вот у меня, видишь, квартирка тут такая, если ты видишь там... Ну да, вот у нас изо всех сторон, вот это мне отдали и сказали, что я могу жить здесь до тех пор, пока они мне не найдут вообще, как бы, постоянное даже жильё, пока не подарят мне квартиру. И я прекрасно понимаю, что нам надо корректировать наши отношения, нашу деятельность и вместе очень аккуратно, в любом случае, любыми путями, но очень аккуратно предотвращать вот эту всю хрень. Но меня интересует... Хорошо, хорошо, подожди, Кену, меня интересует другой вопрос. Почему здесь, в Украине, даже через того же Бутусова, Горелову, там, это мелочи, но по другим каналам распространяется информация о том, что я ФСБшная шпионка. Ещё, понимаешь, оно вот последнюю неделю пошло очень активно. Там шутка, шутка просто, понимаешь, я просто с ними встретилась, ты когда мне фамилию назвал этого, на Б, блин, самое смешное, что я каждый раз его фамилию не вспомню. Вот, просто разговор, который у меня с ним был, мы были у Тандита, сидели у Юрия, ну, он от правительства военнопленными занимается как... Гудюк, да. Вот, и меня удивило, знаешь, у меня взгляд его удивил. Не то, что он говорил, не то, что он... Вот мы там долго разговаривали, мы два часа с ним сели разговаривали. Но меня удивил вот именно его взгляд. То есть я поняла, что, во-первых, у него внутри кипит ярая ненависть, ярая. И он её при всём, его желании, он её просто тупо скрыть не может. А во-вторых, понимаешь, он человек недоговорной. Он недоговорной, и если он даже и кем-то там в России куплен, перекуплен, то, ну, хотя вряд ли, абсолютно вряд ли, вот, то в любом случае, понимаешь, он всегда будет мешать. Ген, Ген, смотри, короче, давай так. Значит, я в связи с тем, что сложилось сейчас там вот по линиям фронта, я могу к концу недели следующей спокойно ехать, ну, не только в Днепр, но и до Мариуполя. То есть... Ну, я тебе читала, я тебе читала, понял, да, картинки? Всё, всё, давай тогда так. Просыпаюсь, включаю скайп. Вот, если у меня там что-то получается на какие-то отходы, отъезды, там, ну, куда-то надо будет отойти, я просто тебе напишу расписание, где, в какой момент я занят, и когда я возвращаюсь. Значит, давай мы сделаем так, вот там, где технически, да, пусть лучше тогда от тебя что-то кто-то, либо, ну, так, чтобы это было ясно, что это реально от тебя. Ну, я с Васями Пупкиными разговаривать не буду, ты же понимаешь. Ну, я уже видела, да. Я тоже стреляю хорошо, между прочим. Я, почему тебе сейчас всё это сказала? Я тебе это сказала именно потому, что если получить нормальное финансирование, вот, то можно сделать очень красивый спрут. Ведь когда я начала делать экспертный совет оппозиции совершенно без денег, есть где-то, вот, честно, не знаю где, но, по-моему, даже, вот, как же это движение, там, Минина и Пожарского, которые, в общем-то, которые делали, делали в этот, контрразведка российская. Я вещи своими именами называю. Вот, значит, вот, они тогда писали, что если там, предположим, я потом уже нашла, когда сделала, если вдруг, значит, там кто-то догадается сделать вот что-то, типа вот там собрание экспертов, там что-то ещё, то может появиться абсолютно непотопляемая, там, значит, такая вот лодка. И весь вопрос в том, что как раз экспертный совет оппозиции я начала выстраивать исключительно, как бы, не на их методах, либо они у меня это содрали, не знаю, ну, правильно. То есть, если сейчас, например, делать какой-то красивый, это, я не знаю, информационный зонтик, вот, там, значит, при этом что-то практическое, что-то делает, вот, ну, так, раз в месяц. Вот, в этом случае можно создать абсолютно непотопляемую, очень красивую, совершенно дико устойчивую структуру, вот, в которой, главное, чтобы никто не мешал полету фантазии, этой обуревшей жизни. У меня ГААКа впереди, между прочим. Я в конце марта еду в Голландию, вот, потому что мы же ездили, отсняли вот этот фильм, который там по Украине. Там будет фестиваль, и на этом фестивале я должна буду выступать. Я как героиня фильма, потому что фильм в посуде. я, я и Украина. Вот. Конференции, круглые столы, эти самые, консультативные встречи, ебическая сила, да там море не стоит. Потому что, если я сейчас прокричу, а окажется, что это не они, то скажет, Васильева в очередной раз ляпает, и не зря на нее наезжал Шарий. Я не забуду про Шария, я сейчас думаю о себе, а не о Шарии. Он мне как-то упал очень сильно далеко и надолго. Вот, поэтому я тебе могу сказать точно, что как только, если подтвердится вот тот же салатовник, предположим, да, вот, то у нее, кстати, очень такие приличные родители, и парень-то, ну, эти фотку посылала, симпатичный парничка. Вот, то в этом случае я тебе обещаю, вал, вот, шквал просто этих СМИ, которые начнут пинать во все щели любимое свое правительство. Здесь. Без нас. Тут проблема какая. Вот, я, опять же, понимаешь, вот я тебе сорок раз, ну, как бы я тебе говорю, здесь надо всегда находить рэперную точку, особо сильно не суетясь, поразмыслив, покурив бамбук, один раз ударить, чтобы полетели искры, а дальше просто собирать вот этот урожай и подбрасывать там в огонь. Вот, вот это принцип моей работы всю жизнь. Поэтому у меня как минимум раз в 10 лет на весь мир какая-нибудь акция, протесты, о которой говорят все СМИ мира. С изюмом... Это же смешно, честно говоря, но я просто спрошу. Да, блядь, там в этом изюме три дома покосившихся. Там рядом с изюмом есть очень красивая охуительная гостиница, как в виде дворца такого. Вот, и там даже, я как-то заехала туда и обалдела, там у них как бы на стене кто посещал знаменицы. Там все знаменицы, с одного боку там все политики, с другого бока там херово туча этих звезд. И я такая стою, говорю, так, что-то моей фотографии здесь нету. Вот. Слушай, у меня жильные люди ездят по всем прифронтовым участкам. По всем, на букву Ф. Потому что, во-первых, они на блокпостах всех кормят. Там постоянно шастают наши. Да, куда хошь. В Луганск, в этот самый, на все эти блокпосты, там, на всякую эту... Да, тут только вопрос думать, кого куда послать. Но я тебе еще раз говорю, что да, это вообще как бы просто личная премия, которую в карман надо ложить. Если мы говорим о том, что у нас крутая контора, то у нас должна быть минимальная сумма, минимальная, больше, чем вот предлагают тут где-то вот эти зарплаты. Средняя зарплата здесь где-то 6-7 штук. Десятка целая, да они будут тогда пахать день и ночь. Вот, но я тебе говорю, что вот десятка, если это просто вообще блеск. Ребята, вот у него там штука баков, предположим, зарплата, да, если вот так вот. Вот, я думаю, что если это зарплата, на которой он должен будет туда-туда, вот так вот там 2-3 раза съездить, да, а потом куда-нибудь уехать за вознаграждение. Вот так можно еще делать. Я не знаю, тут, понимаешь, надо для человека смотреть и понимать, что за человек. То есть можно сделать... Ну, ну, десятка, десятка это самая высокая степень вознаграждения, чтобы человек получил и слился. Да я думаю, что смогу, потому что на самом деле, вот даже в Киеве здесь, знаешь, сколько народу ищет работу, просто озверевшие, уставшие там и всякие такие. Вот, их очень много. Он их на Майдан приходит, тут же ежедневно вече, еженедельно. Вот сегодня воскресенье там, да, там, значит, вечи собираются, там противники Порошенко, сторонники Порошенко. Там, я захожу, они меня все знают, мне даже как-то неудобно, я стараюсь туда близко не подходить, сразу узнают все. Не какой-то, ну, то есть, приближенный там к вою, ну, к зоне боевых действий. И я думаю, что я тогда сама туда поеду, естественно. Поэтому я беспокоюсь о своей собственной жизни в первую очередь. А они приехали на ротацию просто, они тут бесконечно туда-сюда мотаются. А что, там, там, там сейчас в Углегорске город попал, этот поселок пополам. Половина ДНРовцев, половина этих укров и мочат периодически. Но они меня блокируют сейчас, в каком плане. Раньше они все время на меня ссылались, а вот за последние две недели они как бы перестали, перестают на меня ссылаться. То есть все меньше, меньше, меньше. Амбултусов в первую очередь забирал сюда у меня инфу из группы, а теперь он больше на Ярчука, там еще на кого-то. Сегодня ночью он попытался Дезу там постить одну, вот, этот самый. Но вопрос просто в том, что все так на него сразу там накинулись, типа, что-то дурака валяешь, типа, ты там, может, ФСБшный, там, и всякое такое. И вот сейчас, когда второй там раз ездила, я уже четко знаю, кто, кто, где, как, и вот каждый меня там с вами поговорить, о своем поговорить, и я просто знаю, кто чем дышит. И когда ты мне вот это вот сначала сказал, да, про эти коробочки, я думала, думала, вот, а потом думаю, а почему нет, если там, вот, в Днепре есть, по крайней мере, один, который там постоянно, у них там на первом этаже, в Днепропетровске, ну, как сказать, ну, типа, типа, центра самообороны. Вот, прежде чем войти в здание, там, в здание этот, проверка, как обычно, да, вот, а за вот уже пропускным, там, когда входишь налево, там у них большой такой центр, и в нем как раз вот сейчас вот эта вот самооборона, которая из Лавайского котла выходила, там все, и они каждый день, там, по 20 раз наверх бегают, там к Филатому Коломойскому, вот, но там они сейчас разозлились на, и на Коломойского, и на Филатова, там у них тоже, сейчас мне вчера рассказывали, у них тоже свои терки идут, вот, кто-то там разозлился уже, там, на Семенченко, кто-то там с батальоном Днепр не поделился, в Днепре там, у них, в Днепре вообще я просто присутствовала, у меня оно видео выкладывалось, этот самый, когда там военных заключенных возвращали, они же там сразу же и недоверие хотели Семенченко высказать, и хотели недоверие другим этим командирам, то есть там, конечно, разбой идет, в смысле, разнобой такой идет, мощный, вот, но вот те, которые на передовой воюют, именно воюют, вот как вот эти двое, которых я сегодня видела, это ребята, которые непосредственно идейные, там все, за родину мать там готовы положить, вот, а так, на самом деле, там, я говорю, там просто важно, что в каждом городе есть отряды самообороны, в каждом, вот, и вот в этих отрядах самообороны есть такие, кто, значит, ну, понимают, что у них там, ну, надо им там защищать свой город, есть такие, у которых просто детей забрали там на фронт, ну, с ручниками, и они там скрипя зубами там ходят, делают вот это все, есть такие, которые вообще не поймешь чего, ну, короче, понимаешь, я просто в каждый город, куда приезжала, везде вот эти центры самообороны, плюс, там по 10-15 волонтерских организаций, они практически все у меня на связи сейчас, вот, поэтому, я говорю, там есть вот, например, волонтерские организации, центры по помощи переселения беженцам, из Луганской, Донецкой областей, вот, и они там отстаивают их, там, я не знаю, интересы, хотя, вот, например, украинцы говорят, да какого хера, если бы они там не проголосовали, не было бы никакой Новороссии, а теперь вот они там насрали, насрали, а теперь сюда бегут, вот, и все в глухой несознанке защите, тоже ненавидят этих украинцев, и, типа, вот лучше бы тогда Путин пришел, в общем, я говорю, я знакома со всеми, блин, вот, как вот в российском протесте, ухо заживет, сейчас начнем мы вот этих... Я тебе объясняю, я тебе объясняю, вот, сейчас, когда начнется процесс, вот, если я надеюсь, начнется процесс обмена, то я поеду, в любом случае, все, вся дорога идет через Днепр, вот, ну, там так вот ведутся дороги, что либо на Харьков напрямую, но этот на Харьков, он все равно через Днепр, сука, вот, то есть, однозначно, ребята, которых там будут забирать, их повезут в больницу, больница куда? Мечниково, Мечниково, в Днепропетровске, то есть, я однозначно еду в Днепр, хуево знает, я даже не это... Значит, я другой тебе хочу сказать, что, вот по Мариуполю там у меня посложнее все-таки, потому что там мэр города со мной встречался у себя, не у себя в администрации, хотя он как бы меня очень сильно пригласил и сказал, что они очень хотят со мной видеться. Вот, по Харькову ноль, по Харькову ноль, по причине... Не, ну скажи, ты меня только два города называл. Краматорский, ну там немножко не так, но да. 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 Ничего, они там квартируются, просто отдыхают, а потом снова выезжают на передовую, то есть, там, лагерями там не пахнет, они там в гостиницах и в домах живут. У них вся верхушка из Киева периодически приезжает туда, посидит два дня и снова назад сваливает. В Изюме не знаю. В Изюме... В Изюме не так. Подожди, в Изюме... Они туда практически, там, туда как раз наоборот едут, только те, кого отправляют они, то есть, как сказать, второй, более нижний шедлон начальников, который не жалко. Вот как. О! Сформировала. В Изюме не отправляют тех, кого им не жалко из своего собственного управления. Вот как. А потом, что там в Изюме, может быть, там три дома? Поняла. Ну, ладно. Ну, я была там в этом Изюме, он... Рабатов ты не трогай, они практически все идейные, они уже отсеялись. Они... Это сами... Это те... Это добровольные батальоны, которые формируются непосредственно вот для защиты государства. Туда и сами... Нет, в армию, в армию сейчас тянут всех, а добровольные... Самооборона, не путай, это разные вещи. Да, особенно сейчас в Запорожье можно договорить. Ну, есть такие люди, да просто в каждом городе они друг друга не знают. ой, мляха, вот фамилию, я его опять забыла, Бузан, по-моему, Будин, вот он мне, вот он и мешает, самое главное. Вот, и даже по Савчин, когда началась вот эта вся дребедень, когда Марк там начал, ну, Фейгин, я имею в виду, я же тоже их всех знаю очень хорошо. С Марком мы в солидарности в федеральном полицейте состояли, ушли вместе оттуда, от Немцова. Вот, короче, значит, Марк любит пиариться, по большей части он, ну, как адвокат слабенький. Вот, Коля Полозов, который с ним Савченко защищает, он очень хороший, он очень вдумчивый парень, вот, но единственная проблема в том, что у него еще нет большого опыта. Ну, вот, например, я бы Колю тоже притянула. Вот, то есть, это если, предположим, у нас есть три адвоката, и они как бы занимаются, там, я не знаю, военнопленными, там, какими-то проблемами фонда, там, или, там, выискиванием, там, если кто-то из родственников, там, мы приглашаем его, там, забрать сына, там, может транспортировать больного, какого-нибудь, у которого, там, ну, там, позвоночник переписал. То есть, абсолютно хаотично. И, конечно, можно попытаться бы, но это только, там, считать через СБУ, там, через что-то, если бы они хотели, они бы давно это сделали, то есть, чтобы, предположим, там, вот, Васильева сказала в ленте новостей, вот, просто вот на этих бульварных газетенках, очень много обо мне, там, они пишут разные, да, я не имею права, тут сразу же моя ценность рухнет, хотя могу отомстить немножко за последнюю поездку к Коловойскому, вот, значит, ну, опять же, это будет не ему, а вот этому, который на Б, блин, Бодику, да, значит, смотри, я почему тебе говорю, что мне, если мы умные люди, нельзя вмешиваться здесь в их большую политику и кого-то с кем-то ссорить, я могу там частное мнение какое-то сказать, я пока не вижу как, но можно его использовать, вот, потом, как ни странно, было бы интересно поиспользовать Бориславу Березу, вот, с остальными, как, ну, ты знаешь, если я в российском протесте, вот, и если я, ну, а я в российском протесте, вот, то Путин дал очень серьезный карт-бланш протестникам, запугав всех правым сектором, и вот там эти Березы, там, визитка Яроша, там, и все, к Ярошу у меня пока никаких подходов нет, и как-то он на меня ровно дышит, вот, но, из Борислава Березы, там его фотографий слишком много везде было, вот, как бы, как из правосека сделали, одно большое пугало, хотя у них там всего-то 350-400 человек, на всю Украину, блин, на самом деле, и Борислав сейчас находится, ну, я тебе просто говорю о том, что, вот, предположим, да, еще знаешь, интересно, кто вот сейчас, в очень уязвимой ситуации находится, ой, бля, я его фамилию забыла, короче, недавно буквально создано Министерство информационной политики, там ли Министерство информации, как-то так называется, и вот там вот одного Олуха, Царя Небесного поставили в качестве министра, денег ему дали много, а что делать, он не знает, вот, поэтому, если, предположим, у меня на него выходов нет, но если, предположим, ему пинком предложить, поработать со мной, зарядить какие-то мои проекты, которые я, как бы, я должна позиционировать дальше, защищать Украину, то, ну, поскольку он товарищ, слабенький, и сильно больно я его-то тоже раскручивать не собираюсь, но для нашего общего блага, будем говорить так, медиаресурсы, которые должны будут ему подчиняться и делать так, как нужно, это просто, это рычаг, ну, механизм. Это вопросы по мере поступления, это нельзя проговаривать, это сразу низко, то есть вот она, ситуация нужна, рисуется, под неё смотришь, кто тут, иди сюда, и вот это, вот так, так и так, готов, готов, то есть, ну, слушаешь, из тех, а, да, ну, есть такие, таких, я тебе ещё раз говорю, здесь разнообразие, кого хочешь, в зависимости от поставленной задачи. там, ещё раз понимаешь, смотри, слово, слово бюджет неправильно, потому что, если мы говорим, то это конкретное вознаграждение, а вот бюджет, это совсем отдельное, потому что я тебе ещё раз говорю, что... понимаешь, конечно, вот всё то, чего мы сейчас с тобой проговариваем, это нормальные люди, которые хотели бы что-то такое сурьёзное сделать, они бы никогда в жизни по скайпу это всё не проговаривали, потому что скайп всё равно слушается, но наш разговор с тобой ведь был записан однажды. Да я же тебе уже 40 раз говорила, отчего я там наехала тогда на эту передачу, совершенно секретно, там оказалось, чуть ли не твоим голосом кто-то говорил, они её сняли, эту передачу. Пиздец, я найду её, я найду её. Это было почти в самом начале, когда мы с тобой... Блин, я так... Я... Так где я была? А, я как раз только вот во Львове, после Львова я была как раз... Где я была? Терноп... Да, во, я была в Тернополе. И мне там, говорят, присылают ссылку, Елена, смотри, вот у меня с этого началось, будем говорить, как Бадалова с этими... со СМИ, с местными. Вот, и они говорят, нам передали, кто передал. И они просто рассказывают, там как бы и я выступаю, и всё. И вдруг там под маской, значит, какая-то кукла, ну, такая криклявая сидит, и я слышу твой голос. Я... Блядь, я тебя буду, я найду. Я... 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 потому что это буквально, говорит, мы вам первое, типа, посылаем. Думаю, ах ты ж, сука, это кто ж такой привет послал? Вот, я говорю, снять немедленно, говорю, вы не представляете, что вы делаете? Вот, а не так это, а что там не так? Я говорю, вот у меня здесь неверная информация, вот это, вот этот парень, говорю, кто у вас там текст читает? Говорю, вы понимаете, что эта хуйня, конкретно вас подставляет? Говорю, берите. Вот, и они убрали. Но я знаю, что где-то на ютубе, я помню, я тогда скачала, потому что... Это очень сложно, но я попробую найти, конечно, попробую. Субтитры сделал DimaTorzok